Посмотрим, чем это закончится. Так сухо на днях прокомментировал успешное контрнаступление украинской армии Владимир Путин. Военные эксперты были более многословными, утверждают, стремительная деоккупация украинских территорий бросает тень слабости на главу Кремля. И президентское кресло под ним начинает шататься. Кем пожертвует Путин, чтобы остаться у власти? Какие новые фигуры могут появиться на шахматной доске Кремля? Смотрите дальше. А вот дворцовый переворот либо будет, либо не будет. Или я бы даже сказала, что там вероятность 30-30 на 30. Вся эта путинская авантюра обойдется России не просто дорого, она обойдется перезагрузкой режима. Это попытка, по-моему, покушения на Путина как раз. И примерно, так сказать, одну группу охранников Путина вообще, как говорится, их ликвидировали. Больше армий. Больше. Еще больше. Путин буквально приказал олигархам и государственным предприятиям за свой счет создавать частные военные компании. Я абсолютно уверен, что российские элиты начали абсолютно тайные, но серьезные консультации о том, каким образом выйти из той задницы, в которую они попали. Другое дело, они хотеть-то могут, у них хотилка не выросла. Нытье на московских болотах становится громче. Российские захватчики получают по зубам, и у них все меньше шансов выиграть войну. Успешное контрнаступление ВСУ бросает тень слабости на Путина. Кто воспользуется и выбьет из-под него пошатнувшийся трон. Начало сентября. Окружная дорога или же МКАД. Впервые вижу в жизни, чтобы МКАД останавливали. Едут наши. Ну, разговаривай, конечно, да, вон Вэшки, Зэшки. Машины с лейбами ехали в сторону подмосковной Балашихи, а никак не в сторону фронта. Что же произошло? В Москве такие новости держат в тайне, но крохи информации до нас все же доходят. В сети обсуждают, что в Кремле могла быть перестрелка. Одну группу, так сказать, охранника Путина вообще, как говорится, их ликвидировали даже так. И они так исчезли, что до сих пор, так сказать, никто не может напасть на их след. Так что вот такая информация прошла. Что очень, как говорится, подходит по линии, так сказать, военного переворота к Кремле. Вероятность дворцового переворота возрастает. Все кланы Кремля уже утомлены войной и санкциями. После такого чудовищного разгрома, который, собственно, только начинается, сложно сказать, насколько представления об этом разгроме еще проникли внутрь Кремля. Там вот дворцовый переворот либо будет, либо не будет. Или я бы даже сказала, что там вероятность 30-30 на 30. Ну, 33 на 33 на 33. В российских телеграм-каналах обсуждают тайную онлайн-встречу между Путиным, секретарем Совета Безопасности Патрушевым и директором ФСБ Бортниковым. Президент РФ заявляет о планах объявить мобилизацию, частичную, только в приграничных областях. Почти одновременно с этим Кадыров, очевидно, чтобы выслужиться, призывает не ждать официальных заявлений президента. Надо не ждать, пока руководство государства объявит мобилизацию. Дать те силы, средства, которые у них есть, те возможности, которые у них есть. Первым на вышеупомянутом онлайн-совещании между Путиным и Патрушевым Бортниковым слово взял директор ФСБ и раскритиковал предложение Путина о мобилизации. Когда же начал говорить Патрушев, Путин уже не слушал. Настроение было испорченным. Одеяло перетягивают на себя по очереди разные кланы. Сначала это были армейцы Шойгу и Герасимов. Но после провала на поле боя его потянули на себя силовики, совбез, ФСБ и разведка, то есть Патрушев, Бортников и Нарышкин. Согреться под кремлевским одеялом хотела бы еще одна сила – федеральная служба охраны. И это темная лошадка, о которой мы расскажем позднее. Итак, первый клан – силовики. Путин и сам бывший ФСБшник выходят из этого клана. Но тут, похоже, решили сыграть по классике Тараса Бульбы. Я тебя породил, я тебя и уничтожу. Значительная часть российских элит уже поняли, что Путин ведет их в никуда. Они понимают, что санкции не снимут, что никакой военной победы или даже военного баланса не будет. Россия будет истощаться. Вся эта путинская авантюра обойдется России не просто дорого. А удержаться на местах, нагретых и сытых, хочется всем. Российский политолог Андрей Пиантковский в интервью для канала «Фигин Лайф» сказал, что в Совете Безопасности уже всерьез рассматривает, что власть от Путина заберут себе, якобы из-за болезни лидера Кремля. Я думаю, что распространение слухов о болезни Путина именно распространяется через эти структуры, для того, чтобы подготовить политическую основную почву для свержения Путина. Во главе клана силовиков Николай Патрушев, секретарь Совбеза России. Когда-то он возглавлял ФСБ, а сейчас поднялся по карьерной лестнице. Он идейный вдохновитель Путина, неформальный куратор всех силовых структур, куда, кстати, устроил почти всех родственников. Он на год старше президента и так же, как и Путин, походит из Ленинградской школы чекистов. Путин особо тщательно следит за тем, чтобы в его армии, в его ФСБ и в его ФСО вводились только особи IQ и храбрость которых значительно ниже его собственной. Вторая весомая фигура в клане силовиков – это нынешний директор ФСБ Александр Бортников. Неопределенность будущего значительно повысили тревожность. Биографии Бортникова и Путина до боли похожи. Оба, правда, в разные годы прошли подготовку в структурах КГБ, из которых в конечном итоге выросла Федеральная служба безопасности, которая откровенно просчиталась по поводу войны в Украине. Они обещали ему 30% пророссийского населения, которого здесь не было. Из-за этого Бортников попал в немилость Путина, а значит, если хочет сохранить свое место и не закончить, как многие неугодны, отравленным или с петлей на шее, нужно действовать. Я абсолютно уверен, что российские элиты начали абсолютно тайное, но серьезное консультации о том, каким образом выйти из той задницы, в которую они попали. И они на самом деле уже это понимают. И военные, и спецслужбы, и олигархи. Клан силовиков уже имеет своего кандидата на место Путина. На трон сватают старшего сына Патрушева Дмитрия. Это тот нейтральный вариант, который можно продать населению, который можно продать малосуществующему среднему классу, который не примет на себя много хейта, и который в крайнем случае, ну будем уже циниками, которым можно пожертвовать. Политическая карьера Дмитрия Патрушева развивалась стремительно, а сейчас он министр сельского хозяйства. Скорее всего, Николай Патрушев будет рулить, как говорится, неформально этой системой. Главное, чтобы все другие группировки согласились на такое распределение сил. И следующий клан – это военные. Тут штиля не было уже давно, только шторм. Из-за провала прыжка Мангуста, ведь захватить Киев за три дня не удалось, а идти на жесты доброй воли российским оккупантам приходится чаще, чем хотелось бы. Но проблема в том, что у клана военных нет кандидатуры на должность президента. Это человек, который занимал стул министра обороны, чтобы на этот стул не сел кто-нибудь с яйцами. И чтобы не составлять на этом стуле никакой угрозы для Путина. Ничего, что сделал Герасимов за время этой войны, не заставляет предполагать у него самостоятельного логического мышления. Конечно, может быть, это свое умение он глубоко прячет. Эксперты говорят, условно армейцы еще не определились, к кому присоединиться в случае переворота. Военные пока еще занимают нейтральную позицию. И кому-то примут военные, пока еще неизвестно. Провал войны в Украине домокловым мечом висит над шеями представителей клана военных. Если режим останется, их головы полетят. Это факт. И они это понимают. Но и Путин знает, что они это понимают. И чтобы сохранить, Министерство обороны за собой планируют отправить в отставку Шойгу и назначить нового человека. Виктор Золотов – давний друг Путина. И с годами дружба только крепнет. Когда Путина назначили главой правительства, Золотов стал директором его службы охраны. А с 2000 года уже охраняет Путина как президента. Путин создал его как генерала, как руководителя. Даже во многом как медийную личность. На самом деле, все, что Золотов имеет, это благодаря Путину. Иначе он так бы и оставался на довольно провинциальных должностях. Поэтому на самом деле Золото выглядит как верный пес режима. Сейчас Золотов возглавляет Росгвардию. Ее Путин создал лично в противовес силовикам. Росгвардия и имеет почти столько же бойцов, сколько и в силовых структурах. И выполняет те же самые функции. Если Золотов возглавит Минобороны, он сможет удержать их на стороне кремлевского лидера. И не допустить коалиции с заговорщиками. Но в последние несколько дней поговаривают, что на должность министра обороны сватают еще одного серого кардинала. Повар Путина и олигарх Евгений Пригожин оказался в эпицентре скандала. Война тяжелая. На этом видео он призывает заключенных присоединиться к войне в Украине и обещает им свободу в обмен на полгода на фронте. Такие видео просто так в сеть не сливаются, потому это больше смахивает на пиар-компанию. Его называют «кошельком Путина», а еще «придворным Геббельсом». Ковальчук – один из вдохновителей дезинформационной политики. Он владеет крупнейшим медиахолдингом в России, в который входят каналы РЕН-ТВ, СТС и Первый канал. Ковальчук лично инструктирует Федеральную службу охраны. Ковальчук сейчас очень близок к дочерям Путина. Он и с ними работает. Говорят, что он сидит даже на совещаниях ФСО. ФСО согласовывает с Юрием Ковальчуком отдельные вопросы, касающиеся личности президента. Это такая степень доверия, не требующая формальных должностей. Цивилизованные западные страны наложили на него персональные санкции. Под санкциями оказался и Банк России. Ковальчук – бывший руководитель этого банка. Бывший, только по бумагам. Рядом с современным фюрером в Гаге непременно будет сидеть его надежный Геббельс. И чтобы избежать и начать договариваться с Западом, Ковальчук может пойти на сделку с силовиками. Объединят ли они усилия – это абсолютно принципиальный вопрос. Это вопрос номер один. Сейчас каждый клан эквивалентен другим. А вот в какие коалиции они могут объединяться – вопрос открытый. Этого даже сам Путин не предполагает. Больше армий. Больше. Еще больше. Путин буквально приказал олигархам и государственным предприятиям за свой счет создавать частные военные компании. Официальная версия для нового этапа войны, который начнется в октябре. Но так ли это на самом деле? А возможно, Путин готовит отдельные армии для собственной защиты? Пока частные компании, в том числе ЧВК Вагнера, полностью контролируются пропутинскими кланами. Их численность около 50 тысяч. Не так много, чтобы восстановить баланс сил, если кланы объединятся. Путин уже создает, как говорится, усиливает свою личную безопасность, особенно уже в силовых структурах, чтобы как-то противостоять клану-силовику. Вероятность переворота в Кремле увеличилась. Это нам подтверждают все наши эксперты. Но что это будет означать для Украины? В сегодняшней России никого проукраинского. И для того, кто имеет симпатии к нам, к украинцам, к Украине нет. И мы не должны рассчитывать, что после перезагрузки российская реальность станет намного лучше. Я, например, допускаю, что она может стать даже хуже. Это будут те же яйца, только в профиль. Российская журналистка Юлия Латынина говорит, что нельзя забывать и про другую группу, которая может попробовать потянуть одеяло на себя. Это подтверждают и ролики Гиркина-Стрелкова, в которых он критикует Путина не за развязание войны, а за то, что его фашистские методы недостаточно фашистские. Противник будет давить, давить и давить. История дворцовых переворотов в России долгая и многогранная. Во времена царей, когда не было цивилизованной модели передачи власти, ее отбирали силой. С тех пор мало что поменялось. Там же система средневековья. Там есть Путин как царь, там есть бояре, те, которые служат, там есть купцы, те, которые торгуют, ну, собственно, олигархи. Ну, властно олигархи. Вахтанг Моисая сравнивает Путина с российским тираном прошлого столетия Сталином. Говорит, они во многом похожи. И закончить тоже могут одинаково. Как происходило, так сказать, с лекуидацией Сталина? То есть, так называемая лекуидация в Тихарях. Через болезнь, через, например, отравление. Решение о перевороте, будь то военной или дворцовой, еще не принято. Но с каждым днем войны даже ближайшее окружение Путина устает все больше и больше. Санкции усиливаются, а шансы выиграть войну не возрастают. Если с начала полномасштабного наступления эксперты сомневались в перевороте, то сегодня шансы на подобное развитие событий увеличились кратно. И чем успешнее контрнаступление ВСУ, тем больше вероятности, что по российскому телевидению снова бесконечно будут крутить балет «Лебединое озеро». Алексей Кобзарь, специально для телемарафона, на канале Freedom. Редактор субтитров А.Семкин